Традиционный наш пятничный гость Владимир Барышев, адвокат, но мы вот разбираем на всякие важные юридические вопросы, один из которых, что называется, стал ньюсмейкером этой недели, поскольку в этой непростой экономической ситуации правительство предлагает меры борьбы, в том числе и заявление президента о выплатах семьям с низким доходом на детей от 8 до 16 лет. Звучит красиво. Теперь осталось только понять, кого это касается напрямую. Вот кто может претендовать на такие выплаты? Действительно, 8 марта наш президент объявил о том, что будет оказана помощь семьям с детьми от 8 до 16 лет включительно. То есть, если ребенку еще не наступило 17 лет, можно претендовать. Данное пособие будет выплачиваться, как разъяснил Минтруд, семьям доход на члены семьи, в которой не превышает одного прожиточного минимума на той территории, где они проживают. Вот я посмотрел сегодня на территории Красноярского края. Для трудоспособных граждан прожиточный минимум составляет 14 891 рублей. На ребенка 14 447 рублей. Посчитав, я понял, что если ваша семья из трех человек получает доход совокупный менее 40 тысяч рублей или 40 тысяч рублей, то вы, в принципе, можете претендовать на эту выплату. Поэтому постановления до сих пор еще нет, но разъяснение есть. Обращаться, конечно, необходимо. Сроки, я думаю, сейчас мы все это обсудим. А какой размер? Размер выплаты, это важно. Он будет зависеть от, опять же, прожиточного минимума на ребенка, который я уже обозначил, 14 447 рублей. И базовая выплата будет составлять 50% от этой величины. То есть 7 с лишним тысяч рублей. Достаточно существенная сумма. Если при выплате этой суммы ваш совокупный доход не выходит за пределы, опять же, одного прожиточного минимума на человека, то пособие может быть увеличено до 75% от прожиточного минимума на ребенка. И если и это не помогает, то прожиточный минимум вы сможете получить 100%. Ну, то есть, грубо говоря, мама с двумя детьми, которая получает около 30 тысяч, ну, это просто пример теоретически, то она может претендовать на эти выплаты. Да, однозначно. Одинокие родители могли и до этого претендовать на аналогичные выплаты. Сейчас же меняется тот факт, что и полные семьи, трудоспособные, работающие, но получающие небольшой доход, смогут получать это пособие. Этот доход, имеется в виду то, о чем мы сейчас говорили, его надо подтверждать? И как это сделать? И как быть тем, у кого есть доходы там вот наличные, серые конверты и так далее, и так далее? Да. Доход однозначно придется подтверждать, причем будут учитываться не только ваша заработная плата, будут учитываться проценты со вклада, например, со сдачи квартиры в аренду. И иные доходы всех членов семьи, трудоспособных и даже обучающихся детей, так как у нас работать могут и несовершеннолетние, если они получают какие-то доходы, работая, подрабатывая, это тоже должно быть учтено. Если кто-то из членов семьи при этом не работает, например, то вы должны будете предоставить справку в компетентный орган об уважительности причины, незанятости на работе. Либо это может быть обучение, как я уже сказал, по очной форме, либо лечение, уход за ребенком до трех лет и иные уважительные причины. Если уважительной причины нет, вы официально не работаете, но трудоспособны, со здоровьем все в порядке, в таком случае вам будет отказано в получении пособия. Это важный момент. Еще один важный момент, он касается ответственности за, не будем называть это дача ложных показаний, но если вы подтвердили доход, он является низким, вы претендуете на выплату, а потом со временем выясняются некие неучтенные источники дохода. В этом случае что-то грозит гражданам, которые не совсем добросовестно повели себя по отношению к этому правительственному решению. Да, это, как говорится, одной рукой даем, второй забираем. Если вы где-то слукавили, если вы предоставили подложные документы, то ваши действия могут быть расценены как мошенничество. Уголовный состав, поэтому рекомендую быть честными с компетентными органами и предоставлять достоверную информацию. Важно на старте просто это проговорить. Ну, какой смысл за 7,5 тысяч какие-то предоставлять ложные справки? Ну, разные ситуации бывают. И еще важный момент, к слову о том, кто может претендовать на эту выплату, существует минимальный перечень имущества, которым должна обладать такая семья, для того, чтобы ей выплатили это пособие. Итак, вы должны обладать не более чем одной квартирой, не более чем одной машиной. Важный момент, если автомобиль мощнее, чем 250 лошадиных сил и новее, чем 5 лет, моложе 5 лет, то пособие вам не положено. Если вы обладаете несколькими гаражами, несколькими дачами, также пособие вам не положено. Поэтому имущество должно быть также по минимуму. В общем, есть нюансы. Когда люди, у которых все в порядке, документально уже, могут претендовать на выплаты? Претендовать на выплату вы сможете не ранее, чем 1 мая. С 1 мая будет открыта возможность подачи заявления через государственные услуги или напрямую в Пенсионный фонд Российской Федерации. Однако само пособие будет начисляться с 1 апреля, то есть задним числом. И лица, которые получат пособие в мае, получат за 2 месяца это пособие. Марина, просто приготовила вопрос про карты со вчерашнего дня. По поводу какие карты? Карта МИР. Как будут осуществляться выплаты? Я не поняла. Значит, выплаты будут осуществляться либо на карту, и я рекомендую открыть специально для этого карту МИР. Данная платежная система продолжает работать, и очень хорошо. А также вы можете открыть просто расчетный счет без предоставления вам дебетовой карты. Ну и все подробности, естественно, в социальных органах и на портале госуслуги. Владимир, большое спасибо.